В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Столбик термометра то и дело преодолевает отметку 30 градусов тени. И это при полном отсутствии осадков. Асфальт и бетон буквально плавятся под палящим солнцем. Ведновчане спасаются от жары у водоемов и фонтанов. Как переносите жару? Нормально. Вас не пугает, что вы еще не делаете? Нет, наоборот, радуемся теплым денежком. Очень тяжело. Что делаете, чтобы пережить эту жару? Вот пришли к фонтану спасаться от жары хоть как-то. Дочка у меня любит влажными салфетками обтираться. В кармане переживаем. Нормально. Кушаем мороженое, да. Гуляем. Я нормально переношу. А, хорошо. А ребенок как? Он купается. Стараемся пить побольше и быть в тени. Но жара влияет не только на самочувствие людей. Она способна провоцировать масштабные пожары, которые молниеносно распространяются и трудно поддаются тушению. Сейчас горят обширные территории. В Рязанской и Владимирской областях. Москву уже накрыл смог от них. А как дела обстоят, видно. Смог вы не ощущаете? Вот дышать как-то. По утрам есть смог, да? Больше всего ближе к дону. Оттуда тянет, судя по всему. Ага. То есть, в общем, все-таки дышать тяжеловато, да? Ну, с утра, да. Иногда даже чувствуется гарь. А так, в целом, нормально. Днем как-то разгоняет, либо запах уже не чувствуется. У нас родственники в Рязани, вот им тяжело. Ага. А у нас видно, что хорошо. У нас все хорошо. Видно, вроде, более-менее. По утрам только, если только, а так, нормально. Днем вообще не чувствуется. Особенно чувствуется вечером и под утро. Смог отрицательно влияет на организм человека. Медики советуют чаще проводить влажную уборку в помещениях, включать кондиционер или увлажнитель воздуха. А на окна повесить влажную марлю, чтобы она задерживала токсические вещества. При сильном загрязнении воздуха следует ограничивать пребывание на улице и носить маску или респиратор. На совещании с правительством региона и руководителями муниципалитета в формате видеоконференции губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что регион также участвует в ликвидации пожаров на территории Рязанской и Владимирской областей и призвал держать ухо востро и жителям Подмосковья. Не лишним будет напомнить и обратиться ко всем, кто отдыхает в летнее время, предельно аккуратно быть и исключить какие-либо мероприятия, связанные с огнем. Это всегда очень печально заканчивается. В зоне повышенной опасности возникновение пожаров Ленинский городской округ, Воскресенск, Егоревск, Коломна, Орехово-Зуево, Павловский посад, Ступино и Шатура. На этих территориях губернатор призвал задействовать все доступные средства для оперативного мониторинга и патрулирования лесов. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.